Как правило, острота слуха снижается с возрастом, однако все чаще на прием к врачу-сурдологу жалобами приходят дети и подростки. А их проблема чаще всего связана с прослушиванием громкой музыки в наушниках. Как и малыши, так и подростки обращаются. А что делать? Ну, для начала, если используются наушники, то делать это разумно. Соответственно, для вакуумных 60 минут и для накладных 120. Умеренно подбираем громкость, то есть это не более 60 дБ. То есть в среднем это 60% от возможности плеера, которым вы там пользуетесь. И если отдавать, например, предпочтение вакуумным или накладным, мы, конечно, выбираем второе. При потере слуха страдает непосредственно нерв. Где-то нарушается его кровоснабжение, где-то какая-то травма головы приводит именно к этому. Соответственно, это и неврологические какие-то вопросы. Если процесс односторонний, потеря слуха односторонняя, мы должны насторожиться, потому что надо исключить какие-то онковопросы. То есть мы для этого специально делаем КТ височных костей для исключения патологии вне. Симптомы, которые должны насторожить, это появление звона или шума в ушах, желание прибавить звук, когда все вокруг прекрасно слышат, а еще чувство, будто все вокруг говорят в полголоса. Есть и другая крайность, когда чувствительность к звуку повышается, и его обычный уровень начинает быть невыносимо громким. Соответственно, надо обратиться к доктору-сурдологу, чтобы исключить огромный ряд патологий, то есть определить, это все-таки нейросенсорная тугоухость или нет. Есть острый период и хронический, то есть время, когда я конкретно могу помочь, это первые три месяца от появления вот этих вот жалоб. То есть чем раньше пациент к нам обратился с жалобами, тем больше шансов нам ему помочь. То есть если это конкретно острый период нейросенсорной тугоухости, то это обязательная госпитализация в стационар для лечения. Там пациент получает и препараты, и ходит на физиопроцедуру. То есть все в комплексе. И через 10 дней после этого полученного лечения он приходит к нам на контроль, чтобы мы уже убедились, как это, успели мы помочь ему, или все-таки процесс был хроническим. То есть просто где-то он сам не обращал на это внимания. К сожалению, если процесс хронический, то лечение это уже не подлежит. Пациенты наблюдаются в динамике, потому что лучше им точно уже не станет, а вот хуже может быть. Снижение остроты слуха может быть еще по одной весьма банальной причине. Ватные палочки для чистки ушей мы категорически не используем. То есть у нас в наружном слуховом проходе есть сужение перешейок. То есть благодаря этому мы ватной палочкой все просто туда тромбируем и складируем, вот уплотняя эту серу, вот и получаем серную пробку. Для того, чтобы чистить уши, есть специальные капельки, там вот Актив или Риммабакс, которые профилактически можно использовать. Они помогают серу размягчать и облегчают ее выход ближе к выходу из наружного слухового прохода. А там мы уже сами, когда купаемся, где-то либо пальчик намочили, либо какую-то тряпочку мокрую взяли, где достали, там убрали. А в уши палочками мы не лазим. Кроме того, что мы тромбируем серу, мы можем еще случайно барабанную перепонку повредить, что тоже не есть хорошо. С большой долей вероятности слух сохранит тот, кто избегает шума и вибрации от отоксичных препаратов, разумно использует наушники и избегает травм головы. Кроме того, как и для слуха, так и для организма в целом важно минимизировать стресс, настроить правильное питание и отдых. Это то, что при серьезном отношении к здоровью под силу каждому. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая.